ДОНОРСКОЙ КРОВИ 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 Сели за парты и стали одноклассниками. Начало этой традиции положили сами лицеристы 1-го Пушкинского выпуска отмечать этот день как день лицея. Когда-то на окраине Афин, близ храма Аполлона Ликейского, существовала школа, основанная великим философом прошлого Аристотелем. Она называлась Ликеем или лицеем. И вот 19 октября 1811 года учебное заведение под этим же названием открылось в царском селе Близ Петербурга. И, наверное, его создатели очень надеялись, что царско-сельский лицей станет чем-то преемником знаменитой школы древности. Лицей предназначался для обучения дворянских детей. И программа была ориентирована в перерывную очередь на подготовку государственных чиновников высших рангов. Царско-сельский лицей – это высшее учебное заведение в дирекционной России. В своих правах царско-сельский лицей приравнился к российским университетам и находился под особой покровительством императора Александра Керпова. Трудно найти человека, который бы не знал о причастии Пушкина к лицею. Но мало кто знает, что там учился и Салтыков-Щедрин, великий русский писатель-сакирик. Он поступил в царско-сельский лицей в 1838 году. Царско-сельский лицей не всегда находился в царском селе. 6 сентября 1843 года учебное заведение было переведено в Санкт-Петербург, в здание Александровского сиротского дома. По указанию императора Николая I после переезда лицей стал именоваться императорским Александровским. Сейчас царское село – это государственный музей-заповедник. В 1949 году, к 150-летию со дня рождения Пушкина, в царском селе, в здании бывшего императорского царско-сельского лицея, был открыт мемориальный музей. Музей воссоздает обстановку, у которой жили и учились лицеисты первого выпуска. Учащиеся 8-го Г-класса средней школы номер 4, которые были в этот день приглашены на мероприятие в детскую библиотеку, легко и просто отвечали на вопросы викторины, предложенные организаторами. Кроме того, ими была подготовлена выставка книг «Отечество нам. Царское село» и рекомендован к просмотру художественный фильм «18-14». Нам очень понравилось мероприятие, куда пригласили нас сотрудники библиотеки. Интересная познавательная беседа, интересный видеоряд, интересные кадры из фильма. Мы очень благодарны за такую встречу. Я узнал очень много о жизни Пушкина, узнал, какие друзья у него были, какой у него самый лучший друг. И вообще узнал очень много информации. Книги, они дают тебе полноценную историю. Что было написано, что написано пером, не вырубишь топором. Лучше читать книгу и познавать. Всё самому из книг, а не из компьютеров. Всемирный день памяти жертв ДТП проходит в 3 воскресенье ноября. Акция стартовала в Витебской области, где в этом году погибли 89 человек. Передача эстафеты Смоленской области состоялась на границе с Белоруссией в деревне Заольша Руднянского района. На территории нашего региона погибло более 200 человек. Их имена, фамилии и даты гибели занесены на ленту памяти. Вдоль дороги эту ленту держали в руках помощники ГИБДД из отрядов юных инспекторов дорожного движения. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Далее госавтоинспекция нашего региона передала эстафету памяти в соседний регион. Давайте в этот день вспомним всех тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях. Окажем слова поддержки близким, знакомым, родственникам погибших. Значит, давайте будем вежливые культурные при движении на автодорогах. Бережите свою жизнь и жизнь участников дорожного движения. Мероприятия, организуемые в этот день, направлены на массовое привлечение внимания к проблеме, напоминанию о необходимости срочного принятия практических мер для снижения уровня смертности на дорогах. Госавтоинспекция Смоленской области обращается ко всем участникам дорожного движения и оставаться равнодушными к сложившейся обстановке на наших дорогах. В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудники городского управления МВД посетили воспитанников подшефного реабилитационного центра «Феникс», где провели профилактическое мероприятие под названием «Школа полиции». Организатором и ведущей мероприятия стала заместитель начальника УОП и ПДН УМВД России по городу Смоленску подполковник полиции Ирина Конева, которая рассказала ребятам об истории образования и предназначении каждой службы полиции. Перед юными смолянами выступили кинологи со служебными собаками, продемонстрировавшие общий курс дрессировки. Эксперты ЭКЦ познакомили ребят с азами криминологии и показали, как снимают следы пальцев рук и следы обуви на дактоплёнку. С инспекторами госавтоинспекции дети повторили основные правила дорожного движения, а сотрудники ПДН рассказали об ответственности за совершение уголовных деяний и административных правонарушений. Воспитанники центра с удовольствием отвечали на все вопросы полицейских, узнали много полезной информации, а главное – получили заряд позитивной энергии. 15 ноября в ходе отработки оперативной информации инспекторами ДПС на одной из улиц Заднепровского района города Смоленска был задержан внедорожник с регистрационными знаками столичного региона, на котором предположительно передвигались злоумышленники. В салоне автомобиля находились трое подозреваемых граждан 1985 и 1979 годов рождения, проживающих в Московской области. Сотрудниками УЭП и ПК УМВД России по Смоленской области установлены все торговые точки, в которых злоумышленники сбывали фальшивки. Все сбытые купюры полицейские изъяли. В ходе проверки полицейскими было установлено, что задержанные прибыли 15 ноября на территорию Смоленской области с целью сбыта поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей. При личном досмотре у подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 35 фальшивок. При этом, по имеющейся информации, всего с собой у злоумышленников изначально имелось 50 поддельных 5000 купюр. В ходе проверки полицейскими установлены свыше 10 фактов сбыта подделок, к которым причастны задержанные. Два преступления они совершили на территории Ярцевского района, одно в Сафонове, еще три – в торговых павильонах областного центра. Кроме того, один из задержанных подозревается в совершении грабежа в магазине на территории Ярцева. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Данная часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время всем троим подозреваемым избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют арестованных на причастных к совершению аналогичных преступлений на территории Смоленской области.